Всех привет и приятного просмотра. Поражаем правдив FIFA 18 за менеджер, за Робин Гудов, но при этом еще за Польшу, за сборную Польши, точнее по футболу. Ну и что у нас? Пропускаем два дня. У нас следующая игра с Финляндией, Болгарию мы выиграли. Том матч. Да-да-да-да, отборочный этап на Кубок Европы, можно сказать. Так, что у нас тут написано? Так, продан, нифига, вот этот чувак у нас продался с потрохами. Вот это супер просто, наконец-то, насколько кто-нибудь. А, ну он перейдет. Так, агент согласовывался с условиями личного контракта с клубом Норвич Сити будет продан за 3400 сразу после открытого трансферного окна. Вот такие дела у нас. Он только уйдет, а у нас с года трансфер откроется. Так, что у нас дальше здесь? Прогноз у нас нормальный, тут плюсики, все нормально. Ну что, переходим к составу. Вообще состав не слишком уставший. Можем выйти на поле, все же две игры здесь. Вот на чемпионат Европы можно попасть. А так я отказывался, да, все это время от сборной участвовать. Я хотел за с клубом, но клуб так вырос, но не особо сильный. Он вырос у нас. Пошел ты в жопу, блин, ничего он по скорости делает. Опа. Нихуя, я еще промахнулся. Бля, наебал, как всегда. Ну что, переходим к основному игре. Турнир уже идет, идет вовсю, и ко второй игре команды уже поняли, что вот оно, то самое соревнование. Посмотрим, какие результаты они покажут в этой встрече. Обе команды ждали этой встречи, обе готовились, потому что, наверное, именно эта встреча кое-что дорешит в их противостоянии в этой группе. Сегодня Польша сыграет со сборной Финляндии. Сегодня у нас не обычный матч, а поединок национальных команд. Это всегда интересно. И непредсказуемо. Клубный футбол – это одно, сборная – это совершенно другое. Я лично всегда с большим нетерпением жду подобных матчей. Надеюсь, ожидания наши оправдаются. ... … «Романда» Продолжение следует... Ну, без этого никуда, конечно. Пожать другу руки. Мы видим состав команды хозяин. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Состав гостевой команды. Эта схема чересчур консервативна. Согласен, Костик? Ну, посмотрим, как она будет выглядеть на поле. Ну, можно сказать, 4-4-2. Почти стандартная. Ну, что эти у них фланги вперед видны. Ну, что, начинаем грудь. И грудь. А мы с вами сейчас будем смотреть второй матч. Да-да-да-да-да-да. Первая игра была достаточно яркой. Думаю, сегодня будет точно не хуже. Надо побеждать на каждом матче почти. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Да, ё-моё, вот это пасы плохие, блядь. Да, фланг. Ну, чё ты, ё-моё, а? Фланг был момент. Вот сейчас момент. Да, блядь, ну куда ты там делаешь такой пас-то, блядь. Надо было по низу сделать. Надо было низом бить. Ой, точнее, давать пас. Поверху чуть слишком усилий натянул стилу свою. И пас обратно. Скучновато. О-о-о, блядь. В защите у них явно непорядок. А вот это плохо! Чё творите-то, блядь? Вратарь, если бы не взял бы мяч, если бы гол будет залетел бы нам от Финляндии. А, смысл один тот же. Ну ладно, мы продолжаем игру. Иван Доско уже перегоняет ещё один нападающий. Посмотрим за этой атакой. Давай, Иван Доско! Си уже нет. Старик ты становишься уже старый. На пенсию сколько тебе пора, да? Есть шанс выйти вперёд! Блядь, вратарь просчитывает тут атаку нашу. Ну ладно, 11 минуты в данный момент идёт матч. Пока ещё только начало, ещё ничего не показано. Блядь, а вот это перехват отлично был. Блядь, а вот пас был фиговый. И Фина опять у нас перехватывает мяч. Мы же посмотрим, что они там покажут эту игру. А вот это по флангу проходит. А вот это, возможно, нихуя себе нас спасает вратарь. Спасает нас вратарь. Вот это, блядь, был поворот. Вот это должен 100% быть гол. Ну, вратарь вообще супер. Жалко, он из Арсенала ушёл. Вообще, в Арсенале даже Чех дышку и стал. А Семенгер не умеет вратарями обращаться с защитой, я так понимаю. Я бы сказал, честно, чуть-чуть бы потянули бы защиту, капельку. У них прям идеально, что все защиты были. По чуть-чуть. Отлично сыграно, надо решать. А вот это опасно. Брят, и опять, но это уходит на угловой. Это будет у нас угловой удар. В центре штрафной подан мяч с углового. Здесь прессинг. Давай, 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 беги, беги, беги. Да, блядь, ну куда ты меня так подвинул-то, а? Так, мяч мы перехватываем, но по-саму... Ну, точнее, мяч самого сайта у Фина. Это может быть опасно. Защита у нас хромает в Польше. Блядь, какой... А, офсайт, ладно, окей, офсайт. Офсайт есть офсайт. Да, тут был офсайт. Согласен судьей. Полностью. Крыхове. Петер Жилинский. Ливандовский. Давай, беееет. Ливандовский бьет. Да, блядь, как штанга-то была-то, блядь. Это такой момент щебыл для Польши сборной-то, а? Джагаш Крыхове. Роберт Ливандовский. Да, блядь. Ну, прикрывает хорошо защита. И Джекансон. Карл Джекансон, который играет... Я не знаю, где он тошностью. В аренде, не в аренде. Могу ошибаться. Лбакой, не помню, какой фланг уже играет из-за финала. Он филианец, на самом деле. Но зачем он английскую сборную перешел? Я не понимаю. Там делать вообще нечего. Надежда, конечно, на него была, но не идеальная. Можно провести контратаку. А вот этот момент. А вот этот момент. А вот этот момент. И ничего не получается у нас. Очень хорошо соперники разобрались в ситуации и заставили мяч вернуть. Так, мяч у нас остается. Джагаш Крыхове. Это может быть опасно. Можем зимний трансфер. Купим нападающих, как хотят. Цаек Гитаро. Если мы подадим ничего чуть больше народу. Но вообще-то у нас уже есть. Много переспасов у этой команды, но все это очень далеко от ворот. Момент. Но при этом не доходит до конца. Обработав фигов. Ливандовский у нас. И при этом перехватывает опять Финляндия. Ну и за боковой мяч теперь будет. Мяч наш будет. Так, мяч наш. Даем пас. Нормальный, отличный, супер. Хорошо, ребята. Тут может что-то получиться. Да, блядь. Ну это вообще идиотизм. Даем пас. И такой шанс. Ну бей давай. И что за удар был? Что за удар, а? Где нормальные удары, парни? Что, не хотите попасть на чемпионат Европы еще? Это вообще чемпионат мира. Фиг с ним. Вы еще кинули меня прям на призу судьбы. Как хотите, бля. Вырывайте, бля. И так не вырвали момент. Да бля, я вижу его, но при этом закрыл у нас свирянский игрок. Что они все свисят, я не понимаю, а? Да бля, ну как так пас такой хреновый был, а? Ну да, конечно, как всегда. Не нашу пользу. Идет уже сороковая минута первого тайма. Остается еще примерно пять минут, и там дополнительное время не знаю сколько, и первый тайм заканчивается, пока у нас 0-0. Ничего у нас пока не удается против Фринляндии, но они пасы теряют. Здорово играет, очень точно делает передачи в сегодняшнем матче. А я предлагаю в атаку чуть пойти, а? Рискнуть своим здоровьем-то, а, парни? Это может быть опасная атака. Бжегаш Крыхове. Крыхове. Ливандовский. Да, бля, ну это вообще диатизм. Петр Жилинский. Да, бля, ну как так, а? Посмотрим за этой атакой. Это прекрасно все. Бжегаш Крыхове. Роберт Ливандовский. Да, мы метимся около ворота, и никак сделать ничего не можем, нихуя. А вот этот момент хороший был. Но при этом защитники хорошие, фринляндские. Все, свисток, первый тайм у нас заканчивается отсчетом 0-0. Надеюсь, мне слышно. Это очень надеюсь, наверное. Ну ладно, а мы продолжаем. Да, да, первый тайм, первый тайм. Переходим ко второму тайму и сразу же... Первая половина второго матча, группового этапа позади, и свисток судьи объявляет начало второго. Бля, какой пас-то был хорош, Ливандовский, а? Времени что-то создать они и начали сами прессинговать и отобрали мяч. Пока не плохо. Не-не-не-не, они тут что-то стоят прям горбой. Ливандовский. Давай-давай, ну... Ай, блин, ну как так пас был кривой такой, а? Навесик. Который не удается. А фирианды, блин, нападают. Уверенно сыграл на пересматик и вернул мяч в своей команде. Не тому, блядь. Ну куда ты там пас даешь, а? Оу, это обламывается, но пас неточный. Раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Крыховик. Джекаш Крыховик. Может получиться интересная атака. Мамет! Да, блядь, ну куда ты там, блядь, толпа такая. Мяч атака может быть опасной. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Конечно, это все прекрасно. Ливандовский. О, Ливандовский. Молодчина, давай бей! Да бей давай, нормально, а? Ладно, окей, все нормально. Хорошо, прекрасно. Не ожидаем, не мучаемся. Окей, погнали дальше. Блядь, ну что за пас? Снова эти тупые пасы. Блядь, а вот это не прихватили. Блин, вот это плохо. Это очень плохо. Блядь, ну куда ты там бежишь-то, а? Так, мяч наш, слава богу, в данный момент. Но тут опасно даже у наших ворот, блядь, уже опасно становится. А при этом у нас тактика в атаку чуть не уходим. На пару решили разыграть эту комбинацию. Джагаш Крыхове. Крыхове. Ай, блядь, ну куда так, а? В этой атаке оборону пройти не удалось. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Опасно. Да и горе, тут пиздец какой-то творится, блядь. Финляндик, они хотят попасть, я так понимаю, в чемпионат Европы. А мы нет. Так. Окей, мы меняем игрока. Меняем игрока. Налево-направо, который нам посоветовал это сделать. Матч остановлен, и сейчас не зайдет замена. Это просто замечательно. Так, а у нас удар от ворот. Крыхове. Джагаш Крыхове. Тут может что-то получиться. Да, блядь, ну тут на самом деле ничего бы не получилось бы. Давай-давай, беги-беги, блядь. Ебать, такой момент. Защитник падал, разыграл. Хорошо, блядь, мяч-то продержал-то, блядь. Ну там борьба была. Ну мы, наш игрок проиграл борьбу. За мяч. Ну там 20 минут осталось играть в этом матче. Ну такой идеальный прорыв был. Мечка сыграно, надо решать. Да кому ты там даешь пас-то, то вы, блин, близко, то вы далеко даете. Хуй пас поймешь, блядь. Да, блядь, пас хороший был, но при этом. Снова в Фирианте защита справляется с нападением. А у тебя в Фирианте у нас в атаку пошла. О чем только защитник думал в этом, он бьет. Ну, это совсем не точно. Вану, окей. Меняем игрока. Тоже. Меняем игрока. Да-да-да, меняю, меняю, меняю. У нас снова удар от ворот. Мы дадим пас Брежней. Блядь, а вот это перехват. Куревый. Ну куда ты там, блядь? Ну куда там, блядь? Ё-моё, а. К риску воротам подходит. Мяч разминулся со штангой в каких-то считанных сантиметрах. Так, предлагаю опять замену сделать. Только теперь Ливандовский меняем. На тебя. Потому что я так понимаю, что я думаю, вряд ли что-то он сделает в этом матче. Похоже, тренер готов произвести замену. У нас какой-то, 2022 год идет, да? Я так понимаю. И при этом, значит, получает то, что сколько интересного где-то сейчас Ливандовский, и сколько ему сейчас там, в нашей игре. Я сейчас задаю себе вопрос, блядь, такой. Я никак не посмотрю. Может, вообще посмотреть. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Для пяти, да. Ну, блин, они защиту уходят. Хорошо, блядь. Ну, мяч мы опять опускаем, но... Выкидывать будем мы его. Да, блядь, не тому. Ну, почему не тому? Соберник реагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Вот. Навязывают ему борьбу. Классно они сыграли в этом моменте и заставили виновить себе мяч. Так, давай, мяч наш. Нет, нихуя себе, мы тут даже тут проигрываем битву. Может, получится интересно. Ага, размечтались. До конца игры 7 минут. Что-то какие-то ватные у нас, е-мое, вообще пиздец. Продолжает идти вперед. Блядь, и тут пас не проходит, а. Так, от них мяч уходит. Соседник разъедил, обстановку будет аут. Блядь, ну, не опусти мяч, ну, это пиздец. Да, соседника чисто сыграно. Не, нормально. Держим мяч у себя. Петер Жилинский. Да, блядь, ну, куда ты там, блядь, так даешь-то, блядь? Ну, почему ты обрабатываешь еще фигово? Том матч как-то посвежее выглядели, а тут какие-то, как истуканы какие-то. Не бегаете, ничего не делают. Ну, и что это такое было? Две минуты. Беги, давай, блядь, беги. Из этой атаки может получиться что-то стоящего. Да, блядь, ну, что за пасы неточные, а. Интересно, сколько ударов в ваше створ было произнесено. Мау там, мизерные какие-то, может, были. Вообще просто ни о чем. Так, две минуты нам добавили, блядь, вот это пасы. Точный. Да, блядь. Да тут прям вратарю. Все, свисток. Конец матча 0-0 с Вильяндией. Это суперрасклад. Четыре очка у нас. Первый двух. Да, 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 я понимаю, что ничего не знаю. Давайте посмотрим, что у нас вообще прибыло. Так, посмотрим. Так, у них лучший створ удар один. У нас 20%, 33%. Вообще просто играю. Я не знаю, как они пришли в эту игру. И Финляндия была. Но у них защита замечательная была просто. Я не знаю, что всем защиты делать. А что умеет? Один удар, створ. Один удар, створ. Всего же один удар. Это только можно приставить. Против Вильяндии. Отчуметь просто. Так. Развитие игроков. Чего? Можно было тренировку там делать? А почему там не сохранилась тренировка, что ли? Я что-то не понимаю. Ну ладно, давайте сейчас сделаем. Так, где у нас Японец? Так. Ну все. Вингер, вингер, вингер. Так. Нам нужен правый и левый. Давай тебя подкачаем. Ну я думаю, ты финирунный сразу. Так. Нам нужен вратарь. Давай тебя. Все. Смотрим. А, вратарь на двоечку. Даже ничего не сделает для себя. Плохо. Ужасно. Просто ужасно. Ну ладно. Это наша таблица. Мы не что-то вместо. Вставим. Три игры. Два. Ее победа. Она поражение. Шесть забили. Четыре пропустили. Два общего. Шесть очков у нас в данный момент. Соксити вообще девять очков. Нифига себе там дает Соксити. Ну что, пропускаем. Нифига. Мы с Лестером играем в следующий. Брять. И после этой Лестером у нас еще игра Лиги Чемпионов против Атретика Мадрид. Ну это вообще просто идеальный календарь. Просто смесов нету. И чего у нас тут два конференции. Так. Давайте похвалим эту команду. Пропускаем дальше. На следующий следующий матч. Окей. Да. Давай тебе дадим поиграть. Все. Этот игрок продан. Можно его даже не выпускать. Так. Даем тебе поиграть. И тебе поиграть. И тебе поиграть дадим. Значит. Ну даже не знаю. Давай драгбу оставим. А этот Аст тут будет. И тебя поменяем. Вот так вот. Все. Выбрали состав против Лестер Сити. Сильный соперник на самом деле. Может шоу-гон показать. Ну что. Переходим игре. А увидимся уже в конце этого матча. В лучших моментах. Ну вот. Мы снова здесь. Давайте посмотрим лучшие моменты матча. Ну тогда я вижу. Ничего такого интересного нету. А это как так понимаю. 41 минуту. 41 минуту. Давайте посмотрим. Что за сейх в 41 минуте. Понятно. А это 41-е годы уже пенальти. Это. Пенальти. Блин. Угловой балл. Да? Это лучшие моменты. Отшуметь просто. И гол. Насчитать в 6-ой минуте. Которую мы забиваем. Блин. Я замучился там пасовать тоже. Скорость. Короче. Покруче были. Скорость. Конечно. Здесь покруче был. Чем за сборную. Года мы играли. Но. Давайте посмотрим. Что-то у нас здесь есть. Ух. Мы 100% удары. Все удары створ. 61% мы владели мечом. Отбор меча. Да. У них был лучше, чем у нас. И точность пасов у нас лучше. У них вообще ничего не шло. У нас все шло. Но только при этом мы никак забить не могли. Нормально. Держали. 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 Ну ладно. 1-0. Поздравляем. Нас с первой победы. Сухой. С первой победы. Англии. В первой лиге. В этом сезоне. Я уже не знаю. Какой сезон уже идет. На самом деле. Ну будет. 2022 по 2023 будет у нас. Так. Осталось 5 дней. Это развитие игроков. Да? Чего-то я не помню. Нефига. А. Все правильно. Давайте потренируем. Так. Не ты. Вот не ты у нас. Все готово. Так. Дальше смотрим. Здесь. Нам и правый здесь нужен. Да? Вот он наш правый. Более-менее. Так. И защитника левого. Должно подкачать чуть-чуть. Вот и нас наконец ЦАП получает повышение. 72 становится. Так. Посмотрим новости. Что там говорят про нас? Это мы знаем. Так. Игрок спаси. Пассивная игра. Пожалуйста. Так. По деньгам мы идем вверх. Прям полноценно вверх. Прям прем. От продаж футболок вообще просто супер у нас. Моя карьера. Два матча осталось. Значит, у лига чемпионов. И какой у нас 300 матч будет? Так. Так. Кубки лиги. Кубок Карабая. Наш 300 матч. 300 матч будет, который мы будем в этом клубе находиться. У нас будет. О, там следующий Вейерпуль нас ждет. Очевидно. Эта чашка будет сама наша игра. Может быть, еще 30 командрей здесь. Ну, ладно. Так. Больше нам тут особо нечего. Мы еще не играем в лигой чемпион в групповой этапе. Но впереди у нас игра. Ну, что. Увидимся в следующей серии других прохождений. Всего удачи вам. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok